Геодезисты и картографы востребованы везде, от строительства до навигации. Что общего между этими сферами деятельности? Все очень просто. И там, и там требуется определение точных координат и высот точек на земле. О их поиске и нанесении на карту – суть работы этих специалистов. Во второе воскресенье марта геодезисты и картографы России отметили свой профессиональный праздник. Как он прошел в Тверской области, об этом рассказывает наш корреспондент. Дата праздника выбрана не случайно. Именно в марте 1720 года Петр I подписал указ, положивший начало картографической съемки в Российской империи. То, что геодезисты и картографы празднуют вместе, закономерно. Работа тех и других тесно связана. Учет всего недвижимого имущества и земельных участков, и объектов недвижимости, а также прав на них – одна из задач Росреестра. А потому точность данных здесь выходит на первый план. В настоящее время используется высокоточное спутниковое оборудование, электронные тахеометры, которые позволяют более точно и более быстро провести работы, связанные с геодезией, картографией, сбором сведений, подготовке данных материалов, например, для строительной отрасли. Теперь с современным оборудованием могут познакомиться не только действующие специалисты, но и те, кто только собирается им стать. В Тверском государственном техническом университете открылась выставка «Геодезия в объективе». Таким необычным образом Тверской Росреестр отметил профессиональный праздник. Наряду с высокоточными приборами новейшего времени – GPS-станцией, электронным тахометром, квадрокоптером – музей пополнился оборудованием, представляющим историческую ценность – теодолитами, нивелирами, планиметрами. Но, пожалуй, самые ценные экспонаты – фотографии 20 века, собранные со всех уголков страны. На них полевые работы, камеральная обработка данных, а также специалисты отрасли, в том числе и наши земляки, имеющие почетные звания. То, что выставка открылась в Тверском политехе – не случайность. Это единственный вуз региона, где готовят специалистов для отрасли. При этом спрос на специальность превышает возможности вуза. В Твери едут учиться из других регионов. Спектр очень также широкой работы наших выпускников – это и геодезисты, предположим, руководители геодезистских служб таких трасс, как Москва, Санкт-Петербург, Москва, Балтия, Москва, Нижний Новгород – это выпускники нашей кафедры. Это и сотрудники Росреестра. При этом многие студенты уже к окончанию четвертого курса знают, куда пойдут работать. Дорожные деятельности возможны, но из рассматриваемых вариантов. И из предложенного еще одного – это съемка морского дна. Безусловно, картография и геодезия продолжают развиваться, а их глубокая связь между собой со временем только усиливается. И выставка в политехе – это не только демонстрация современных возможностей, но прежде всего выражение уважения к геодезистам и картографам, работающих с дальномерами на высоте, обдуваемой всеми ветрами, с отражателями в котловане по пояс Жижи, с нивелиром в узкой траншее глубиной метров 7. Это уважение к людям, которые своими руками создавали мощную геодезическую сеть страны.